Притча 28.1 Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, А праведник смел, как леб. Толкование А, Златоуст. Как же бежит нечестивый, когда его никто не гонит? Внутри имеет он гонящего, обличителя. А именно совесть. И носит он его повсюду. И как невозможно ему убежать от самого себя, Так не может и от внутреннего своего гонителя. Но куда бы ни ушел, везде терпит удары И получает неизлечимые раны. Не таков праведный. Исаак Сирин. Праведник ничего исчисленного выше не устрашится, Как написано, праведник смел, как леб. Притча 28.1 На все отваживаясь верую, Не потому, что искрешает он Господа, Но потому, что на него взирает, И как бы вооружен, И облечен он силою Святаго Духа, И как его постоянное попечение посвящено Богу, Так и Бог говорит о нем. С ним я в скорби избавлю его и прославлю его. Псалом 90, 15 стих. И Лопухин еще дает толкование. Ну вот златоуст, видишь, златоуст говорит про совесть У нечестивого, от которого он не может убежать. А Исаак Сирин про праведного больше говорит. Вот вчерашний твой вопрос. Вот еще можно сделать применимо к нашей жизни. Например, да? Мы сегодня когда-то беседовали, Что он рассказывал на благовестиемое действие. То есть, если мы видим, Патруль ходит полицейский, Мы обязательно к нему сразу идем. Почему? Потому что предупредить. То есть, бывают люди, которые, например, Ты раздаешь Евангелие, А они недовольны, То есть, внутри их враг действует, Не идут Божий. Они начинают наметать обстановку. Пойдут, жалуются, начнут, Патруют на тебя сектанты ходят. Они пропагандируют свою, И сразу подходишь, И ты предлагаешь Евангелие, И это у тебя везет. Это о чем говорит? О том, что прайдник смел, как лев. Вот вместо Писания привели. Они с телой бежит, Когда никто за ним не бонится. То есть, ты за собой ничего не имеешь, Ты ничего не чувствуешь. Ты подходишь смело, То есть, открыто. Даже если у тебя когда-то Что-то в прошлой жизни было, Да уверованием Христа. Это все в прошлом. Господь сказал, Что не помянул, Закинул за хребет свой. То есть, ты полностью Богу тут доверяешься. То есть, я ничто не вижу. Если ты вообще чист в глазах Божьих, То есть, ты не время решил, И совершал тайну. И Богу, по-своему, Это смело уже. У нас вот момент был тоже. Мы ходили на Никольском, На Ленинском проспекте у нас в Барнауле. И там раздавали Евангелие. И подошли к Никольскому храму. И там брат Сергей Путков, Немножко такой провокатор, Он подошел к тем, Которые там Берут милостыню. Он начал с ним беседовать. У нас ролик записанный. А они что там? Неверующие стоят. Потому что там одна женщина говорила, Почему Бог так вроде там? Что-то начал претензии. И надо даже матеряться. Вот мы отошли оттуда. Ну и через них первые только отошли. Там метр пятьдесят прошли до остановки. Смотрим, по трубам подъезжают. С автоматами подъехали. Вышли. К нам сразу на перелез. В чё уходите? Нам поступил вызов. Что-то пропагандируете. Что-то говорите. Ну вот раздаваем Евангелие. Визитки наши раздали тоже. Им сразу начал давать. Начали свидетельствовать. Говорить, кто мы такие православные. Ну там взял показания. Там Михаил Кальмаев был, Сергей Купков. И я. Михаил Кальмаев пошел в машину, сел. Показания им свои дал. Там эти паспортные данные. Потом в дальнейшем меня вызывали. То есть вот такая вот ситуация тоже была. Мне пришлось потом идти к оппору по-мамощному. Её там тоже показания не давали. Ну то есть вот такие ситуации возникают. И ты уже смело действуешь. Вот этот момент тоже был. Иначе он говорит, не ходи. Потому что он боялся, что там начнут что-то меня испытывать. Полицейские там что-то сделают, может. Настращают. А я наоборот, что я за собой ничего не имею. То есть я чист перед Богом хожу. Тебе горе перед людьми. Я, наоборот, хотел сходить для свидетельствов. Когда Господь говорит, что поведут вас к праведнице царями. Что не бойтесь. Что будет вам в тот момент положено, то и говорите. То есть на, подготовиться. Во всем доверяешься Богу. Ну я послушался, не ходил. Он мне звонил несколько раз. А я это, в оконцовке вообще его заблокировал. У этого по-моему, 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 еще. Но я его лицо не видел. То есть я его только по телефону разговором не звонил. Он потом приехал к Ильдумову на дом. Не знал, как я понимаю, что я работаю. Приехал мне. Оттуда корочки показал. Все, поехали. Вот тебе нравится это, что ты тебя отсюда забирает. Мне не нравится. Я говорю, я вас лично не знаю. Я опасался. Послушание, а вы. Да, послушание. Ну и разговаривали, там интересно, у меня беседа составляла аудио. Даже записал телефон тайна. Эту запись я Бог не оставлял. Я его не оставлял. Идем в машине. И он там спросил меня, а что вообще, говорит, какое благовестие, о чем говорить. И сам такой раз, на передней сиденье, с шофером, а я сзади сидел. Он только раз, так, сел в руки за голову. Ну, два, говорит, рассказывал, о чем вы такое благовестуете. Приготовил меня, да? Я только рад, только этому начал сразу о Христе. И второй вопрос был, в чем различие, почему мы, я сказал, что мы зарубежно относятся с церкви. А почему мы не московская фотография? Вот я объяснил разницу в канонах, что не соблюдается, кто-то, кто-то. И пока доехали, там еще пробка была. То есть времени достаточно было. Приехали, он протокол составил, прием визитку этот протокол дал. Он закрепил нашу визитку. Все, и на этом остались. Возраст у него какой был? Я не знаю, молодой. До 30 лет еще. То ли лейтенант, то ли старший лейтенант, молодой или что-то такое убирается. Ну, где рискнул будет, скорее? Просто я к тому, что если ты человек верующий, и живешь согласно заповеди Божьей, тебе боится вообще ничего. Как вот апостол пал, какие дерзновения, что он перед царями, правителями, то есть оттуда говорил, там на его кривитали, неудеев, а он знает, что он по совести чистый, перед Богом чистый. Там та самая свобода духовная, свобода, когда ты можешь говорить свободно, без всяких ограничений. Вот тот ролик был записан, Вячеслава с этим, с Михаилом Кариловым. Там насчет прививок, что там они решили обойти, что вроде составить документ, вроде я привелся, а в самом деле он не привелся. Он говорит, нет, ты за собой будешь уже чувствовать, не ладно. И все, и дальнейшем, говорит, хозяин, он уже будет подразумевать, что ты можешь и не следить, а спойти на эту машину, что уже нечистое будешь. Тем более перед Богом зачем это быть. Прямо сказалось, а Господь может вывести другим путем совершенно. Тебя не думают, и все. Как вот Игнатий вообще пример-то приводил, что когда он работал где-то там, да, прорабом, где он там на стройке работал, его отпускали в храм, а другие женщины возмутились как-то. Мы работаем, он его в храм выпускает. Он говорит, молчите, Тебя. Он говорит, ну это, верующий, вы-то так. Пусть Господь располагает от отца, отца, людей. И вообще, она все вот это включает в себя, что ты свободна, у тебя есть свобода во Христе. Вот в этом она и заключается. То есть ты должен свободен во всем быть, ото всех. Чтоб ничто не препятствовало благовестию тебе. Потому что когда ты за собой что-то чувствуешь, она уже тебе закрывает уста твои. Среди родных своих, ты знаешь, естественно. То есть тут надо быть славленным. В чем я себе погрешил, просить прощения. То есть показать, что ты новая тварь у Христи. Яркий пример я привожу брата Андрея с меня. Он говорит, когда он веровал, а до этого он там спиртом торговал, там других полотил, деньги выбивал, ходил из них. Ну что, спортсмен, сил есть. А когда уверовал, побежал, там на коленях у всех, просил прощения, коваранча обидел. Это яркий пример. Да. Не каждый это сделал. Это когда подлик... То есть переломить свою гордыню вот эту сломать, но это опять же дух Божий помогает тебе. Я представляю, шок у тех, к которому он пришел, как правило, они сразу раз, он от любых, все как-то... Для них тоже было полу задуматься. Ну, для них это как, про меня говорят, все, пришел, поехал, и все. Ну так сказали, потому что когда он уверовал, вот типа такого парня испортили. Потом, когда я убрал через него, сказали, еще одного хорошего парня. Ну, хорошего, это их понятие хорошее. То есть пить с ними, гулять, там, это... Ну, это хорошая ощущация. Батюшка вчера рассказывал, говорит, звонит мне один, говорит, а где мне бабушку найти, чтобы ее доходить? Он говорит, а ты, это, ну, из-за квартиры, что ли? Чтобы квартиру получить. Ну, ну, да. А это, говорит, если бабушка, она лет 20 проживет, а последние пять лет под себя ходить будет, ты будешь выносить из-под нее? А, ну, 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 не знаю. Он говорит, знаешь, я тебе такой совет дам, ты найди себе бабушку такую, 25-30 лет, и дохаживай ее, дохаживай ее. А ему тоже было примерно так же. Вот. Вот такие ему звонят иногда. Дело в том, что тут надо молиться, если ты хочешь как будто доброе дело, чтобы тебе Господь дал поприще, ты должен молиться, чтобы тебе Господь на самом деле это дал. не самому искать, хотя и в этом тоже смысл есть. То есть ты должен подлежать, как говорят, камень, по городу есть, не вода нет еще, так же и здесь. То есть должен где-то начать трудиться, и там тебе Господь покажет, какое твое поприще. Все, что вот у нас многие занимаются ухаживанием за пожилыми. То есть начинаешь... Солнышко вышло. Просто начинаешь помогать, все, и тебе Господь показывает, да, твой талант, все, сиди, занимайся. У нас вот сестра Татьяна Капустин, в той общине, была медсестра там, она не медсестра, а сестра. Она тоже говорит, сколько раз уже вставала, типа освободите от меня, от этой должности. А потом такая, а чего же я буду заниматься, чем еще дальше-то. Это, которая всех звонит и по всех нуждах узнает? Да это вообще отличное у нее дело. Конечно, у нее талант просто. Хотя она к этому не пришла не сразу. Там тоже у нее свои были там, замужности там еще какой-то, повторно. Ну, Господь вот ее вот так вылилась от сердца. Ну, она так-то красивая, видно. Ну, конечно, еще. Она такая, по характеру хоть и скромная, слева, а на самом деле характерная. Характерная. А не многие у нас все-таки такие. То есть, что трудится и трудится над смирением. Хотя работает, видно, что Слово Божие у них действует, она старается. Да, да, старается. Я и вчера с одной такой имел общение даже. Я говорю, дай микрофон, не дам. Дай микрофон, не дам. Не будет ничего, не дам. Не будет. Я думаю, ну, что ж ты? Что тебе? Протеория Акимни говорит, а что-то она выиграла от этого, то, что она не дала. Не знаю. Я говорю, будет лежать у нее? Странно. Ну, как-то вроде работает, в Библии читает, а что-то упирается. Муж ей говорит, один, второй, ничего, упирается рогом, и все. Все, что это такое? Это вот как раз плохо, потому что в дальнейшем это может все сказаться. В дальнейших отношениях. Потому что ты уже для того, чтобы, например, брата исправить, вот ты же ваш брата исправить, или сестру. Ты сперва должен для них сделать и другим. Да. Да, в первую очередь. То есть не просто налетел сразу, сходу в лок, выдал все свою правду, и все, и пускал, когда хочет появиться. Разгребает это. Да, разгребается. Ты должен сперва подойти, то есть найти подход человека, а потом уже начинать указывать на его недостатке. Еще главное помочь и строиться в этом. Не просто призывать, а помочь. Просто рассказать ему. А там уж человек так он воспринимает, хочет он не хочет. Ну, там 40-х выбирает. У меня вот тоже, я считаю, сигнал техники, чем я видел, это самые два основных, которые я с Игорем Дугановым работал, с иначе, чем рядом жил, которые меня исправляют. Ну, один и другого, в принципе, они оба случая, но разные подходы. Есть местописание в Библии, я сейчас не помню где-то, что-то спокойно сказанное слово и такой смысл. Лучше, нежели если ты что-то там, ну, говорите, или криком каким-то у человека накричишь. Ну, тут двое-ято, иногда будет ситуация, когда, ну... Ну, это понятно, критический момент, когда надо крикнуть, то есть, остановить человека. Это понятно, нет вообще. Смысл, что у меня человек просто спокойно тебя выслушает. Ну, спокойно, конечно, да. Но еще встречается, когда спокойно с человеком разговариваешь, он блохнет. Почему нет? Я вот сколько вот бывает на работе, когда размеренная работа, я ему говорю, он не то ли блокируется, а он тебя не слышит, ты ждешь от него реакции на это, а он никак. Экклезиаст 9.17. Слова мудрых, высказанные спокойно, выслушиваются лучше, нежели крик властелина между глупыми. Ну, тут сразу, все я бы мачал. Среди слова мудрого и властелина. Есть что-то, можно сказать, да. Слова мудрого, то есть, человек, который живет правильно, то есть, верующий человек, можно так сказать. А властелина, это обычная комиссия. Царь или кто-то, начинственный человек. Он пытается своим характером вот этим, нахолистом взять. А он потом устает в конце дня. Пока надергаешься, наорешься, на этом все. И получается, вроде ты не махал, не толкал, а эмоционально вынесли. И они потом приходят, раздавлены. Все. Что, Аминь? Пойдем на улицу, люди. Ну, сейчас посмотрим. Игорь-то звонит, кому должен? Мне должен позвонить. Или мать их на счет. У меня там копируются сейчас. Ну, спаси Христос, беседу. Все. Все. Давай, ты специально, давай, давай. Ну, там, готово? Снимаю.